СПЕШНО, НЕДОРОГО Продается дом на годах новой по Ильинской улице. Заинтересовавшихся, просим обращаться к Фроленковой. А у нас на дворе 1913 год, и мы гуляем по Ильинской улице. Чуть ночь они топили печь. Шел август. Ночи были влажные. Сначала клали, чтоб разжечь щепу, лучину, хлам бумажный. Ильинская улица, пожалуй, последняя в Старой Самаре, за которой начиналась настоящая окраина. Сенная, соловьиная, полевая, парадольная. А дальше Всехсвятское кладбище. Никаких особенных достопримечательностей и сверхъестественных чудес здесь никогда не было. Но жизнь текла разнообразная и насыщенная. Именно такое она была, например, там, где размещалось первое городское смешанное приходское училище. Заведовала этим училищем Пелагея Никаноровна Жаркова. Закону Божьему учил протеерей Беневолинский. А служили в этом училище всего-навсего три учительницы, которые учили арифметики, грамоте и рукоделию. И здесь же, на Ильинской, находилось 9-е и 10-е смешанное приходское училище, где учительниц было на одну больше. Вот только своего закона учителя здесь не было. Интересно, что в обоих учебных заведениях преподавалось пение. И учил ему один и тот же человек, Иларион Тихомиров. Ну и, наконец, чтобы закрыть эту образовательную тему, упомянем еще о школе при доме трудолюбия, которая также помещалась на Ильинской улице. Попечителем и заведующим этой школы был известный в городе Евдоким Осипович Юрин. А вот учительница здесь служила только одна, и звали ее Раиса Троицкая. Кстати, правление Самарского попечительства общества трудолюбия находилось в этом же здании. И в него можно было позвонить по телефону 182. Во всяком случае, так было 110 лет назад, когда в этих домах жили люди, которые готовились сами, и готовили своих наследников к новому учебному году, который начнется совсем скоро. А пока жители Ильинской и окрестных улиц готовятся сесть за парты, мы с вами снимем квартиру в пять больших комнат с теплым водопроводом и удобствами. Ильинская улица между Почтовой и Александровской в доме номер 55. А вот в доме на углу Александровской и Ильинской улиц 87-65 сдавалась комната с мебелью, можно и со столом, с парадного хода. На Ильинской 83 сдавалась квартира в шесть комнат наверху ценой 30 рублей в месяц. А в соседнем доме дешево сдавалась квартира в пять комнат, а также помещение, корове или лошади. А может быть, квартира вам не нужна, и вы ищете лавку? Тогда, пожалуйста, в феврале 1913 года за отъездом за дешевую цену на углу Ильинской и Льва Толстого сдавалась булочная. А вот в декабре этого же года на Ильинской 148 сдавалась лавка с товаром. Милости просим. Лавка с товаром – это то, что надо. Другое дело – кому. Например, в апреле 1909 года мещанину Остафьеву и христианину Карпову лавка с товаром была совсем не нужна. А вот зато двое карманных часов мещанина Хлебастова им очень даже пригодились. Квартира Хлебастова, проживавшего на Ильинской улице, была не заперта, и часы Хлебастова ушли из нее вместе со Стафьевым и Карповым. Или вот мещанка Читаева, проживавшая на Ильинской улице, возле товарных ворот. Интересно, о чем она думала и куда смотрела, когда ее ковровая шаль сама собой отправилась бродить по городу. А цена-то, между прочим, этой шале равнялась 18 рубликам, которые, как известно, на дороге не валяются. Ну или так, 21 марта 1913 года во дворе дома Бархтова на Ильинской улице, на одного из квартирантов этого дома, возвращавшегося из гостиницы Дикушина в нетрезвом виде, напали неизвестные грабители, которые отобрали у него серебряные часы, стоящие 24 рубля. Вот уж точно, время, деньги, а задержать грабителей не удалось. А вот что было нужно мещанину Василию Митрохину, никто, пожалуй, не скажет. Но, как бы то ни было, в августе 1913 года он нанес ножевое ранение чиновнику казначейства, Ивану Ефимову Уварову, который, как ни в чем не бывало, стоял возле своего дома, возле товарных ворот станции Самара. Ну и еще 27 апреля помощником пристава 4-й полицейской части Раевским в лавке Дьяконова на Ильинской улице был обнаружен шинок. Размещалась эта лавка в доме Кузнецова. При обыске в лавке были обнаружены 6 четвертей и 10 бутылок водки. Все найденное было изъято и отправлено, а, впрочем, не важно, куда это было отправлено. И еще из той же оперы. В январе 1913 года чинами сыскного отделения были обнаружены шинки у Галкиной, проживающей на Ильинской площади в собственном доме, и у Александровой, проживающей в своей лавке на Ильинском базаре. На Галкину и Александрову были составлены протоколы для привлечения их к судебной ответственности. А вот и Юль, и уже знакомые нам лица. Околоточным надзирателям 4-й части были обнаружены шинки в лавках Галкиной и Боровской на Ильинском базаре. Эх, Галкина, Галкина, что ж тебе не живется чинный, ладно-то? Нет, не живется и все тут. И не сочтить за каламбур на посошок. Околоточным надзирателям Куликовым в сентябре 13-го года был обнаружен шинок в лавке Мавлютовой. На Мавлютову был составлен протокол. Сама же 4-я часть городского полицейского управления находилась неподалеку от Ильинской площади. К ней относились кварталы с 57-го по 107-й и все поселки, лежащие в черте этих кварталов. Новый Оренбург, Ветряные Мельницы, Кавказ и некоторые другие. И это оттуда, из арестантского отделения при 4-й полицейской части, бежали арестанты Фридрих Бергман, 16-ти лет, и Андрей Лесюхин, 17-ти. Для того, чтобы совершить побег, они взломали стену своей камеры, пробрались в соседнюю пустую и через окно бежали на улицу. И это неподалеку от полицейской части. В июне 1913 года из кармана мещанина Сергея Петрова был похищен кошелек с деньгами. А вскоре агент сыскной полиции Васиев задержал здесь же крестьянина Кузнецова, приехавшего из Казанской губернии. Ранее Кузнецов уже задерживался по обвинению в карманных кражах. При обыске у него были найдены 100 рублей денег. Примерно тогда же коллежский секретарь Латкин заявил полиции, что в то время, когда он находился на Ильинском базаре в опьяненном состоянии, с него были сняты сапоги и куртка, стоящие 20 рублей. Чинами полиции было установлено, что ограбившие Латкина отправились неподалеку к Петру Михайлову, где они были задержаны и в совершенном ими преступлении сознались. И на Пасашок сапожная история. 10 ноября сапожной лавки Филатова на Ильинском базаре сапожный мастер Николай Родионов нанес большую ножевую рану мастеру Андрею Мартынову, после чего последний с вывалившимися внутренностями был отправлен в земскую больницу на карете скорой помощи. Оставим сыщиков и жуликов и поговорим об услугах, которыми зазывала к себе заинтересованных та самая Ильинская улица. Например, на углу Уральской Ильинской площади в феврале 1913 года жила опытная учительница, имеющая семилетнюю практику. Учительница готовила и репетировала за младшие классы, а также недорого учила грамоте. А вот на Ильинской номер 13 в это же время проживал приезжий молодой человек, искавший должности конторщика, корреспондента, писца или приказчика по лесному делу и приемке товаров. Молодой человек имел аттестаты и небольшой залог. В доме номер 80 в третьей квартире в сентябре 1913 года предлагали услуги по уходу за руками и маникюр. Обращаться за тем и за другим просили от 11 до часу и от 5 до 7 вечера. И наконец в доме номер 32 в квартире номер 1 жил малорос энергичный, с большой практикой, умеющий ладить с народом, который предлагал услуги управляющего имением или делами. При этом потенциальный управляющий имел залог и солидные рекомендации известных местных лиц. А вот на Ильинской 160 примерно тогда же, осенью, продавалась выездная лошадь. Красивая, кари-масти, жеребец 5 лет. Но если вам не нужна лошадь, купите корову. Но только это на Ильинской 70 и 5 лет спустя. Если что, спрашивать наверху с 5 до 6 вечера. И разумеется, не корову, а хозяйку. Продавались на Ильинской улице и ирландские щенки. И растения комнатные спешно за отъездом. А еще велосипед новый, исправный, последний в доме номер 113 во дворе. Вполне исправной была и пишущая машина системы «Денсморт», посмотреть которую приглашали в дом Сверидова на Ильинской улице. Увидеть машину можно было от 3 до 6 вечера. А если вдруг она вам понравится, можно было и приобрести ее за 75 рублей. Вот так жила эта улица сто с лишним лет тому назад, когда она еще лилась, как тихая речушка, а не ревела, как горный поток. Трамвая на ней еще не было, как не был его и в Самаре. И трамвайные звонки на этой улице раздадутся только несколько лет спустя. Зато здесь были приходские училища и ирландские щенки, выездные лошади и дойные коровы. Чуть ночь они топили печь. И в отблесках ее свеченья плясали тени рук и плеч, как некогда судьбы скрещения. С вами был Михаил Перепелкин.